всем здравствуйте меня зовут юля вы на канале о вязании сегодня воскресенье и наконец настало то время когда я могу показать вам свой новый процесс вы наверное слышали что вот начала вязать но не могу показать потому что практически ничего не связано у меня было всего лишь до вчерашнего вечера связана только резинка я показываю его так потому что если таким образом разместить но вообще ничего не понятно я начала вязать для себя футболку допустим так что это будет футболка но подозреваю возможно джемпер я подумаю вижу снизу вверх будет спущенное плечо будет горловина лодочка то что в принципе я люблю выбрала вот такой узорчик посмотрите на эту красоту внизу узоры листья а дальше будет идти цепочка изнаночные петли и лицевая скрещенная вот так и решила поступить в этом новом процессе такая красота как бы совмещаю два узора я вижу из пряжи газал baby cotton 50 грамм 165 метров состав 40 процентов акрил 60 процентов хлопок и номер цвета 3453 терракот спицы рекомендуют от 3 до 4 крючок от 2 до 3 я эту ниточку заказа магазине вязанка ссылочка будет в описании под видео достаточно давно я заказала такую пряжу пыталась насколько я помню два раза из нее вязать может было еще больше проб и попыток но я думаю что это будет более успешное изделие нежели предыдущие а здесь свобода облегали насколько я помню 16 сантиметров и честно говоря даже не помню где записала количество петель и знаю что это количество делится с легкостью на 10 потому что раппорт узора 10 петель так я связала только практически один раппорт даже не довязала до конца узоры листья они еще повторяются но я не стала этого делать и дальше я просто буду продолжать вязать цепочку лицевую скрещенную этого будет достаточно а будет футболка как я сказала прямая пройма может быть будет скос плеча я еще над этим думаю но модель будет достаточно легкая чтобы ее могли связать начинающие если вам понравился узор если вам понравилась в принципе идея так как сейчас практически ничего не понятно что будет в итоге но если узор вам нравится вы пишите и я буду думать как более удачно снять для вас мастер-класс или экспресс мастер-класс или же подробный потому что такой узор ляжет в любой цвет на любую пряжу то ли полушерсть то ли полухлопок принципе неважно и вижу на спицах три с половиной если ранее этого не сказала здесь обычный набор петель обычная резинка один на один я даже не вязала изнаночную бабушкиным способом и вот дальше пошел узорчик узор вязать очень и очень легко также хочу вам немного рассказать предыстории и потом продолжу показывать вам свои другие продвижения что же я еще вязала потому что не только этот процесс я продвигала и так мне это пряжа пришла достаточно давно я не скажу что она лежала ждала своего часа нет несколько раз пыталась из нее что-то связать первая попытка это был джемпер снизу вверх полностью ажурным узором узором был достаточно красивый к сожалению фотографии у меня нет не сохранилась я редко делаю фотографии процесса могу сделать только для превью видео вот и все на этом все закончится и все-таки я стараюсь сделать уже готовые работы на себе фото готовая работа но как вы смогли понять не сложилась готовая работа я не довязала поняла что на этой пряже узор не смотрится который я подобрала вот вообще сам цвет достаточно сложный терракотовый может кому-то он легко дался может кто-то не вязал из этого цвета подумает ну что здесь может быть сложного бери любой узор и вяжи нет я наверное сильно к себе придираюсь какой-то степени для меня очень важно сочетание цветов сочетание узора и сочетание узора с цветом пряжи ну вот вот такая я ничего с этим поделать не могу если понимаю что мне не нравится процесс который я вижу я его до конца не довязываю могу оборвать могу оборвать даже на связанной большой половине проделанной работы ну вот так получается а первый джемпер я вязала не получилось потом решила присоединить вот такую полу мериносовую ниточку тоже терракотовый цвет а я уже не помню сколько тут метров и вроде бы как бы 1500 метров 100 граммах но в две нитки я решила сочетать полу хлопок с полу мериноса и уже вязать лицевой гладью тоже вам показывает этот процесс никак не могу его распустить хотя очень легко это сделать если есть моталка и так начинала вязать то ли топ то ли джемпер тоже не помню снизу вверх что это должно было быть спущенное плечо обычный реглан снизу вверх я уже не помню ничего но и снова лицевая гладь мне сильно надоело не знаю чем это связано может свет мне не настолько нравится просто решила последовать трендом хотя цвет вот мне в принципе очень подходит притягивает взгляд но почему я не могу связать изделие я не понимаю что пока что мне вот здесь все нравится как будет получаться тоже вам покажу поэтому если вы хотите мастер-класс если вам понравился узорчик то пишите тогда я буду смотреть когда его лучше отснять это будет или футболка или джемпер или же вы сможете на фоне этой футболки связать себе джемперочек все очень легко дальше чем я сегодня еще занималась я сегодня занималась съемкой мастер-класса для совместного проекта на полосатик вы вчера его могли видеть вот такую красоту что я уже здесь связала я связала что такое уже четвертый раз теряю петли а я этого не люблю особенно когда есть прибавки особенно когда есть развороты когда вяжешь росток этого я не люблю вообще провязывать то что уже было связано ранее так посмотрим а связала росток то что так это уже смешно все связала росток показал мастер-классе как отсоединить рукава на контрастную нить все это будет в мастер-классе в совместном проекте и дальше я буду только получать удовольствие вязать и по прямой тело или по кругу точнее сказать по кругу все свои петли и потом перейду на рукава то есть самую сложную часть я уже отсняла чему конечно я очень и очень рада также вы меня спрашивали что за ниточка вот эта коричневая темно-коричневая нить здесь две нитки и обе нитки идут от газал посмотрите насколько они несочетаемые между собой да вот такой оливковый цвет и кофе с молоком допустим так или какао с молоком это полухлопок от газал вот он только коричневом цвете а это мохер от газал и я решила их вместе сочетать потому что если бы вязал только из хлопка мне бы толщины не хватило на спицы номер пять потому что все это я вижу на пятерки мне бы не хватило нужно чем-то утолщать а так как у меня остатка практически нет бобиной пряжи например мохера а я очень люблю мохером компенсировать толщину нити так что мне пришлось вот так сочетать и не скажу что плохо есть такое небольшой оливковый цвет но мне нравится этот крайней мере интересно это не плоский цвет что как получается вообще я очень очень довольна мне пришлось больше связать пряжи микс вот покажу вам и по телу я наверное буду пускать большие полосы то есть широкие чтобы меньше было концов и чтобы мне меньше было прятать этих концов по рукавам так как я по рукавам буду повторять те же полосы что и по телу понятно что кокетка это и есть как бы часть руки потому что тут 24 сантиметра ну а то что я уже буду взять по телу я обязана повторять и на рукаве уже отдельно то есть один рукав будет с кончиками второй рукав будет с кончиками с теми же и по телу те же кончики то есть тоже количество ну и это будет достаточно много а я не хочу и я стараюсь кончики сразу прятать во время вязания вот есть у меня там свободное время развязала какую-то определенную деталь например как здесь круглую кокетку я связала и решила попрятать концы вот сейчас и например перешла на тело немного его провяжу и снова буду прятать кончики чтобы на потом не оставлять хочу также показать вам место соединения цветов точнее смена цвета мне очень нравится аккуратно вот эта линия все достаточно аккуратно тоже на совместном проекте буду показывать как я делаю смена смену цвета и покажу вам изнанку я это делаю достаточно редко но покажу так давайте вот здесь я прятала концы а только не спрятала пайетки но их легко не тонкая так посмотрите вот я выводила концы в правую сторону достаточно аккуратно потому что я повторяла ход петли если можно так назвать но мне бы еще хотелось чтобы даже вот этих концов не было видно не знаю можно ли этого добиться без клея для пряжи для нитей так как я не планирую его покупать можно ли этого добиться чтобы вообще не было видно этих кончиков но я думаю может прошивать еще брать тонкую иглу и прошивать вот эти нити если я прям под корень срежу тогда будет выбиваться на лицевую сторону мне этого конечно же не хочется но есть еще вариант что это все подваляется так как есть мохер и практически не будет заметно но уже лучше раньше когда я вязала и вот еще я прят прятала то есть повторяла ход петли и потом выводила в сторону но на сто процентов мне это не нравится честно признаться так что я хотела сказать да когда много концов я вообще ленюсь я могу взять и просто повязать узлы и на этом финита ля комедия если можно так сказать но в этом случае я хочу чтобы все было аккуратно и когда я повторяю ход петли тогда и нет протяжек на лицевой стороне то есть все аккуратненько как должно быть как вложатся петли и уплотнение утолщение тоже нет полотно не стянуто все в порядке я как вы видите здесь есть большие вот такие протяжки я думаю пускай лучше они будут а нежели дополнительное количество кончиков ну вот так я решила можно было конечно переплетать и но я настолько быстро вязала как вы смогли заметить по вчерашнему влогу что просто об этом забывала что нужно перекручивать нить хотя вот здесь я перекручивала но старалась старалась что вот так росточек связан не азиатский мой любимый все все отсняла все будет и теперь главная задача моя главная задача до старта до монтажа видео это не стереть видео мастер-класса и что сегодня еще сделала это отсняла самую первую главную часть по расчетам нет сложнее всего дается всегда настроиться чтобы объяснить расчеты хотя знаю что они верные просто сложно сесть и начать съемку потом это уже идет все как нужно сложно себя заставить но я это сегодня сделала поэтому все дальше только практика и я уже уверена в своих силах что 1 февраля старт будет и мы начнем вязать девочки начнут вязать а я буду продолжать вязать потому что начала вязать ранее что еще я вязала это не все то есть помимо вот таких двух новых процессов я считаю что это новые процессы потому что один начал вязать позавчера 2 и раньше но показала вам сегодня я еще продвигала джемперочек для софии вот из такой нежной красивой пряжи делал фотографии на снегу она великолепно смотрится я даже ради этой нитки как вы заметите что все запуталось не не вытянул все запуталось я ради этой нитки ради этого процесса поменяла фон вы заметили да у меня был коричневый но я видела что вообще это нежно не смотрится дерево и темная но вообще некрасиво потому я решила перейти на более светлый посмотрите на эту красоту вообще здорово конечно росток у меня не такой глубокий как сейчас кажется вот так у на самом деле выглядит вот покажу вам буквально два сантиметра вижу на спице в три с половиной два сложения вот такая интересная ниточка напоминаю что кому интересно где я покупала я уже пост в инстаграме оставил с фотографией данной бобины и вы с легкостью можете найти где приобрести такую ниточку я сейчас не могу сказать хороша она или плохая потому что отзывы как я сказала в предыдущем видео разные об этой нитке кому-то нравится кто-то говорит что для детей она вообще не подходит потому что будет непрактичное изделие но я могу судить только по своему опыту сейчас скажу так что сложно набирать петли затем невозможно распустить возможно но сложнее даже чем набирать петли сложно распускается у меня был такой небольшой образец связан я его попыталась распустить но и была в коробке махерой тот проще распустить ну и буду пускать такие ряды королевских пайеток да что нитка мне сейчас практически нравится а там как получится буду конечно же показывать вам видео у меня была похожа нитка по таким ощущениям я вязала себе хейверт но там еще составе был эластан так что я хочу сказать вот если даже не знаю чем это сравнить вот бывает вы поддеваете какое-то теплое не давайте так может термобелье которое склонно к скатке к пилингу и сверху надеваете еще шерстяное изделие и вот когда на термобелье появляется цветные катышки в цвет шерстяного изделия то есть они как бы цепляются смешиваются да и получается на одном цвете в росинке другого изделия другого цвета вот мне кажется здесь будет также если ребенок где-то что-то будет закатываться то это пряжа еще будет цеплять другие волокна и будет будет кататься мне кажется будет кататься вообще по восприятию мне очень нравится там буду смотреть так ну что вот такие продвижения я связала полностью реглан я отсоединила рукава наберла петли на подрезы насколько помню здесь 6 петель и провязала буквально 2 сантиметра после подреза теперь дальше мне нужно вязать по кругу выгонять в нужную длину и потом приступить к рукавам получаю удовольствие но к сожалению сейчас нет столько времени чтобы продвигать только этот процесс как вы видите у меня два новых и они тоже требуют внимания но я думаю что сегодня я уделю время джемпер очку и уже к концу недели это изделие будет готова как вы считаете получится у меня или нет дальше дорогие друзья я хочу ответить на один вопрос то есть он поступал не один но в последнее время мне его задали и я хочу ответить потому что я говорила вам что если у вас есть желание могу снять видео о неудачных своих покупках в прошло за прошлый год и как-то это все сошло на нет потому что у меня то что неудачно у меня этого нет я быстро распрощалась с этими вещами но вопрос был о следующем я не зря сейчас достаю достала свои книги любимые для вязания вопрос касался книги о носках называется она вроде бы гениальные носки я покажу вам фото данной книги возможно вас тоже интересует тема вы хотите себе приобрести но сомневаетесь так вот я тоже долго мечтала об этой книге чтобы вязать носки правильно как положено по правилам научиться их рассчитывать сажать на ногу чтобы они были идеальные гениальные носки вот я присматриваю себе эту книгу и когда у меня появилась эта возможность приобрести ее конечно я воспользовалась случаем купила печать и сдачи со все отлично на высшем уровне и я стала вязать носочки стала вязать свои носки там есть рекомендации по вязанию есть таблицы вот сейчас вспоминаю как все выглядело и есть даже описание носков там рассчитываешь даже не нужно рассчитывать просто подбираешь свою плотность и вяжешь носочки такие описания достаточно интересные носочки есть носки которые вяжутся сверху вниз есть носки которые вяжутся от мыска меня конечно это привлекло не захотелось попробовать то и другое и я столкнулась таким что я как бы носки сильно навязать не умела ну то есть я понимала как и к чему что были у меня попытки вязать по мастер-классам но основу как бы я знала но чтобы на ура и все техники нет у меня этого не было и я решила попробовать по этой книге наверное первые свои носочки попробовать и вязание от мыска и я думала что сейчас мне пошагово все покажут как набирать петли от мыска как там формировать как делать прибавки именно фото до видео книга нам к сожалению не покажет к сожалению вот именно а по фото подсказкам я сейчас вам наверно покажу что я имею ввиду сейчас я вам покажу если здесь есть да вот такие фотографии да как бы фотографии все наглядно понятно и можно доступно связать то есть без каких-либо заморочек и книга прям восполнит все знания по вязанию носочком не тут-то было дорогие мои то есть книге было написано что нужно набирать петли от мыска таким-то способом вот и все а как набирать к сожалению этого не было поэтому если вы думаете что а покупаете книгу по носкам и там будет прям вся информация а в принципе так и должно быть если книга захватывает какой-то определенный сегмент узкий сегмент вязание то значит там должно быть как можно больше информации которая поможет не пользоваться другими источниками то есть которая не заставит пользоваться другими источниками то это не о книге гениальные носки ни в коем случае можете не гениально я уже точно не помню но фотография есть на экране я очень сильно разочаровалась потому что покупая книгу зачем покупают бумажный вариант почему не покупать электронный вариант да потому что чтобы не пользоваться гаджетами чтобы сесть в удобное кресло взять бумажный вариант полистать посмотреть там вдохновиться найти нужную информацию как у меня было а мне нужно вязать двойную цепочку а доступа к гаджетам не было то есть я не знаю телефон где-то мой был или разряжен или цвета не было дома у нас такое часто бывает не переживайте ноутбук был занят ну короче что-то такое было какая-то не знаю страшная ситуация так подумать и я взяла вот эту книгу дома ну полистай посмотрю и нашла двойную кромочную или двойную цепочку вот вот для чего нужна книга гениальные носки это не про это потому что приходится пользоваться видео уроками на youtube вот как раз у меня получилось набрать петли от мыска тем способом которые рекомендуют книги с помощью youtube видео уроков а тогда зачем эта книга поэтому дорогие мои если вы хотите научиться взять носки по этой книге и не пользоваться дополнительными видео на youtube к сожалению у вас этого не получится и мне зрительница написала что она живет германии ну где-то тоже издается эта книга как бы в оригинале и там даже были какие-то отсылки где искать видео урок или qr-код или я не знаю что там было уже точно не помню не скажу вам книгу покупала может полгода ли может больше назад вот а в нашем на русском ну в русском издательстве такого не было что решайте сами а я ее продала вот и все потому что она книга должна как для меня книга должна быть книгой там должна быть вся информация которая меня интересует но даже этого не было картинках как что провязывать поэтому то что у меня сейчас есть наличие вот узора 500 узоров лиги и клёс 250 японских 260 японских узоров этим я пользуюсь но вот гениальные носки меня разочаровали поэтому дорогие мои я ни в коем случае вас не отговариваю если у вас есть возможность посмотреть электронное содержание посмотрите пожалуйста если вы готовы искать видео уроки на youtube она вам подходит тогда но я не готова была если покупаю книгу за такую стоимость и такого узкого направления то там должно быть все вот это мое субъективное мнение на этом дорогие друзья буду с вами прощаться спасибо огромное что вы досмотрели видео до конца вяжите с удовольствием подписывайтесь на канал если вы еще этого не сделали и пожалуйста настоятельно прошу вас поставить лайк этому видео чтобы помочь продвижению моего канала вам не сложно а мне будет очень очень приятно всем пока пока